Здравствуйте, уважаемые союзники! Это программа «Четверть часа» в студии Светлана Владина. В Сретенской Духовной Академии состоялась встреча, которую вы могли видеть в прямом эфире телеканала «Союз». О защите жизни детей до рождения, поддержке семьи и христианских ценностей говорили ее участники. В силу важности темы, высокой компетентности экспертов, не теоретиков, а практиков, и убедительности, приводимых ими аргументов, мы решили вновь обратиться к этой записи, поделить ее на несколько частей и предложить вашему вниманию в рамках проекта «Союз онлайн». Здравствуйте, друзья! Сретенская Духовная Академия, портал «Православие.ру», просветительский центр «Русский навигатор», телеканал «Союз» представляют совместный проект «Ценности России». Это экспертная платформа, в рамках которой будут проводиться разные круглые столы и другие мероприятия, посвященные ценностям России, традиционным ценностям, о которых сказано в соответствующем указе президента. Сегодняшняя наша тема – это семья, и я с удовольствием представляю вам наших собеседников. Отец Александр Березовский, клирик Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Наталья Игоревна Москвитина, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки семьи и материнства «Женщины за жизнь». Добрый вечер. Андрей Борисович Кармухин, учредитель политической партии «За семью». Андрей Борисович, здравствуйте. Мария Михайловна Студеникина, директор кризисного центра «Дом для мамы» православной службы «Милосердие». Рады вас видеть. Для начала такой короткий вопрос всем участникам. А что такое традиционные ценности? По каким критериям мы определяем, что та или иная ценность, о которой мы говорим, традиционная? Отче, давайте с вас начнем. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Понятия традиционной ценности, они не имеют четкого определения, потому что, к сожалению, у всех людей это понятие разное. Но, наверное, можно так сказать, что традиционные ценности – это те, которые укоренились в обществе в результате воздействия тех или иных социальных, политических и других обстоятельств. Поэтому мы будем всё-таки говорить о христианских традиционных ценностях, раз уж мы собрались в стенах такого замечательного монастыря. Традиционные ценности христианские определены в Священном Писании. Мы от них отталкиваемся, и для нас они являются законом. Закон Божий есть закон для каждого верующего человека. И в Евангелии, и в других книгах Священного Писания о семье говорится немало. Где-то косвенно, где-то прямо. Но вот мы придерживаемся именно этих понятий и этих принципов, которые там изложены. Спасибо очень. Андрей Борисович? Вы знаете, недавно совершенно узнал для себя с удивлением то, что в Российской империи, не знаю, как до, но говорят, во время правления Николая II, нашего стрестотерпца, все законодательство Российской империи согласовывалось комиссией, ну и не знаю, как это орган назывался, но согласовывалось с Евангелием, с евангельскими заповедями. Вы знаете, вообще сейчас мир, он у нас, сейчас, ну мы все с вами видим, что происходит в мире, да, идет трансформация. И вот два таких больших цивилизационных проекта находятся в конкуренции друг с другом. То есть глобализация, да, то есть есть люди, которые хотят, чтобы весь мир принадлежал им, и они хотят всем миру управлять. А есть как бы другая точка зрения, которую озвучивал президент Путин недавно на Валдае, сказал, что вот есть различные государства-цивилизации, которые хотят жить согласно своим традиционным ценностям. Так вот, если мы определяем государство-цивилизация или, как мы сейчас говорим, национальное государство, то в основе всех, практически всех национальных государств как раз и лежат культура народа, традиции народа, обычаи народа, язык и, самое главное, вероисповедание. И поэтому, когда мы говорим о традиционных ценностях, мы все равно всегда упираемся в вероисповедание народа, потому что именно вера и вот этот институт, который ее представляют, он является такой сквозной нитью, остовым. И поэтому, так как у нас христоцентричная цивилизация, соответственно, вот все то, что вокруг, я думаю, мы сегодня еще поговорим, когда будем про семью говорить, вот все то, что вокруг Христа создавалось, культивировалось, укоренялось в нашем народе, это и есть те самые традиционные ценности. – Благодарю. Наталья Игоревна. – Ну, мне кажется, традиционные ценности, мы так привыкли к уже этой фразе, что она уже ничего не значит, ну, честно. – Заболтанная немножко, да? – Да, и… – Нет-нет, мы за нее еще будем… – Мы еще поборемся, да. – Она просто уже… уже даже… если поначалу спрашивали, что это значит, то сейчас уже этот вопрос, он не задается. Поэтому хочется на какой-то момент немножко по-другому это назвать, что это все-таки христианские ценности для большинства из нас. И, ну, в общем, говоря это, сразу возникает другой вопрос. А кто мы и куда мы идем? Мы как русские люди, ну, вообще, что мы из себя представляем, да, откуда мы пошли, куда мы движемся? И чтобы ответить на этот вопрос, нужна некая идея, которая нами движет. Вот мы, в общем-то, так цивилизационно подошли к такому тупику, что это все-таки надо обозначить, для этого нужна идеология, да? И хотя она у нас под запретом, да, идеология не может быть по конституции в нашей стране, но если мы себя что-то представляем, мы должны сами захотеть прийти к какой-то идее и за ней уже поставить себе ее на знамя и за ней идти. И вот сейчас время, когда на нашем знаме спаситель, стяг со спасом нерукотворным, вот Андрей эту тему поднимал и поднимает очень активно, это уж дома у себя повесило, стяг со спасом. Вот все наши ценности, они вот на этом стяге, понимаете, это вот наш флаг. И вот у нас разные какие-то смыслы были, мы там имперский флаг доставали, и триколоры, и, в общем, ищем, ищем, а что искать, в общем, все в одном образе спасительное. Вот все наши традиционные ценности там выражены. Если мы идем за Христом, то все должно быть в порядке. Спасибо. Кстати, замечательная мысль. Ценность относительно чего? Да, вот от этого надо отталкиваться. Добро и хорошо, они должны быть относительно чего-то. Потому что вот христоцентричность, которую ты правильно обозначила, вот это наше направление, наш хребет. Этот хребет не сломать. Спасибо. Мария Михайловна. Присоединяюсь полностью к моим коллегам. Вы знаете, мне кажется, для традиционного общества всегда была характерна ценность человеческой личности, поскольку считалось, что человек является, ну, очень я грубо скажу, батюшка, да, продолжением Бога, то есть это создание Божие. К сожалению, все мы с вами можем сейчас констатировать тот факт, что в нашем мире, в том мире, в котором мы живем, человеческая личность, человеческая жизнь не ценна. Она ничего не стоит. В нормативно-правовом поле непонятно, когда начинается человеческая личность, когда человек рождается или когда человеку год, или все-таки с момента зачатия. И когда мы, будучи той страной, которая следует нашим традиционным ценностям, когда мы определимся во всех плоскостях, когда начинается ценность, когда начинается жизнь человека, когда мы будем понимать, что жизнь человека цена, цена с момента зачатия, много станет на свои места. Спасибо большое. Ну что же, перейдем к теме семьи. Отец Александр, сегодня на Западе в основном, да, и у нас-то тоже встречается, распространено такое мнение, что индивид – это основа общества. Но в то же время есть другое мнение, что основа общества – это все-таки семья. Можно ли примирить эти две позиции? И вообще, что с нашей точки зрения семья отдаёт человеку? Почему семья – это ценность? Ну, хотя бы потому, что Господь сказал, нехорошо человеку быть одному. Нехорошо. Нехорошо индивиду быть одному, по сути, да? Да. И Господь создал человеку помощника. Причём, взяв часть первосозданного человека Адама, Он создал ему помощника. И сам Адам, глядя на первую женщину, сказал, «Сия есть жена, ибо взята от Меня кость от костей Моих, плоть от плоти Моей». Он определил. И таким образом Господь Сам установил семью. Хотя некоторые люди усматривают в этих словах нечто другой, собственный смысл. Но именно так оно и было. И первая заповедь, данная людям первым на земле, это «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И это как раз и семейная заповедь. Как может индивидуум плодиться и размножаться сам по себе? Это невозможно никакому человеку. Поэтому, да, так Богом установлено. Но люди всё меняют под себя. Им нравятся какие-то собственные домыслы. Но мы знаем, как Господь обличал фарисеев, говоря, что вы своим преданием отменили заповеди Божии. Ну, так оно, собственно, и сейчас всё продолжается. Люди отменяют заповеди Божии, ставя их на место собственные свои измышления. Ну, а потом на этих измышлениях рождаются всякие теории и новые проекты, которые очень созвучны людям грешным. И люди, которые не знают Христа, они эти идеи активно внедряют в жизнь. А так как на самом деле наш мир становится всё более безбожным, то вот эти идеи, они находят распространение всё более и более в широких массах людей. И уже на уровне государств принимаются законы, которые опровергают заповеди Божии, которые им противятся. И людей понуждают по этим законам жить. Хочешь ты или не хочешь, а вот ты обязан этим законам следовать. Так что вот, к сожалению, у нас такая вот тенденция есть. И хорошо, что есть люди, которым не всё равно, к чему их подталкивают, и которые и знают, и борются за то, что есть истина. А истина есть Христос. Как я уже сказала, будет продолжение. А за мысли, прозвучавшие в первом фрагменте, хочется поблагодарить и откликнуться стихами кубанского поэта Николая Александровича Зиновьева. Вот два произведения. Равнодушный к бесславью и славе Я, породимый, плыву стороне На своём островке православия. Подгребайте, кто хочет, ко мне. На земле всё сгорит и расплавится, Всё сожрёт ненасытный огонь. Только мой островок и останется, Потому что он Божья ладонь. В этом мире всё больше пустот, Всё острее зловещая тревога, Но в душе постоянно растёт Ощущение присутствия Бога. И как дьявол на зло не гораст, Его срок изначально отмерен. Бог России погибнуть не даст, И блажен тот, кто в этом уверен. На этом пока всё. Спасибо вам за внимание. И до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»